Защитой прав детей и их безопасностью занимаются разные ведомства. Институт уполномоченного по правам ребенка, Общественный совет отцов, Союз женщин. Сегодня их представители собрались за круглым столом. Его участником стал председатель Совета отцов России Андрей Кочинов. Он приехал в республику посмотреть, как идет работа на местах. В программе визита встречи с общественниками, посещение школ и детских садов. Андрей Кочинов воспитывает пятерых детей. Он представляет всех пап России в Общественном совете при Уполномоченном при президенте страны. Опыт Чуваши ему интересен. Практически в каждом детском саду и школе республики созданы и работают советы отцов. Вы обладаете тем, чего во многих регионах нет. И чтобы вы это ценили и развивали. А мы будем, даже я не побоюсь этого слова, учиться здесь, понимаете, у вас. Поэтому это очень важно. То есть в этом смысле я не гордый, и мы не гордые, чтобы там приехать и кого-то учить. Нет, мы приехали, чтобы учиться. У меня уже опыт общения с регионами достаточно большой. Что именно в Чувашии, вот по крайней мере на площадке, которую Олег Гаврилович тогда представлял, ведется системная работа именно по образованию. И вот эта хрестоматия, которую он мне подарил, и работа с системой образования, которой так не хватает сегодня. То есть не хватает системности. Системности просто. И в этом смысле, конечно, Чувашия и опыт Чувашии для нас реально очень важен. Специалисты признают, в современной школе не хватает мужчин, соответственно, нет и мужского воспитания. Поэтому на помощь педагогам приходят настоящие папы, которые могут научить твердости духа и силе воли. Один из последних новых проектов – отцы и школа. Мы хотим вовлечь в воспитательный процесс школьный согласие, безусловно, системы образования, согласие руководства отцов на не те обязательные предметы, которые идут в рамках стандарта, там, школьного образования, а именно на те программы дополнительного образования, которые формируют не меньше человека, качества человека, чем уроки физика, математики, биологии. Продолжение следует...